Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как проходит фестиваль зимних огней в районе Кенери Ворф. Кенери Ворф – это произношение по-английски, я называю его Канари, Канери Ворф. Это один из моих любимейших районов, там находится основной финансовый эпицентр города и расположен он в восточной части Лондона. Я обожаю его именно потому, что я обожаю стиль хай-тек и там очень много таких огромных зеркальных небоскребов, в одном из которых я была, кстати. На Open House London я о нем вам уже рассказывала, но о самом здании это была One Canada Square. Это основное здание с таким треугольным куполом. Вот там я была на каком-то 30 или 40 этаже и нам рассказывали вообще обо всем районе и о здании. Очень интересно, я там была дважды, попозже чуть-чуть вам расскажу и покажу вам сам район, что там находится, куда там можно сходить. Я там также каталась на коньках однажды, прямо посреди небоскребов на катке. И, кстати, там же находится одна такая скульптура, я обожаю ее. Это светофор, созданный из десятка разных светофоров, который светит во все стороны. Фестиваль Зимних Огней напоминает мне фестиваль ярких световых инсталляций наподобие Люмьер, который дважды проходил в Лондоне в 2017, по-моему, году и 2018. О нем я тоже вам расскажу и покажу, что было, как вообще весь город окрасился в различные цветовые инсталляции. И это было круто. А пока о фестивале Зимних Огней. Тоже очень интересное мероприятие, которое проходит в январе месяце в течение недели, ну, может быть, 10 дней. Я хожу туда практически каждый год вместе со своей подругой, которая любит фотографироваться. А я снимаю это для репортажей и для своих видеороликов. Также где-то встану пофотографироваться. И вот в кое-каких фотографиях отражаюсь я. Ну, а также есть у меня съемки самих инсталляций. Очень мне нравится водопад. Она находится под мостом, висят такие как бы шланги, и там падают как каплями дождя с периодичностью 1 в секунду. И на ней высвечивается слово, какое-либо слово. Там полицай, 2020 год, Brexit, что угодно. Может быть, связанное с Англией, может быть, не связанное с Англией, там, убийство, 007. Все что угодно может высветиться. И ты так стоишь и смотришь. Я первый раз, когда была, не знаю, минут 40 смотрела, какие там выпадают слова. Очень интересный арт-вок, то есть работы современного искусства авторов, которые выставляют вот так вот свои световые работы на улицах Лондона, ну, и также в районе Кеннери-Ворф. Для того, чтобы люди видели их работу и для того, чтобы иногда коммуникатировали с этим. Потому что есть еще и интерактивные инсталляции, о которых я вам тоже сейчас расскажу. Основной упор современных авторов делается на переработку материалов. Например, пластик они перерабатывают в какую-то скульптуру цветка или там черепахи или рыбы. И запускают то ли в воду, то ли в какой-нибудь аквариум. Или, допустим, металл тоже какие-то невероятные конструкции делают. И практически целый город, собранный из различных деталей, механизмов, можно просто часами рассматривать. Они там светятся с подсветкой. И, в общем, интересно, очень сделано. Очень рекомендую этот фестиваль. Он реально вдохновляет тебя на жизнь, вдохновляет тебя на творчество и настраивает на такой позитивный лад. Люди часто приходят туда с детьми. Выдается такая карта практически на каждом шагу, где находится данная инсталляция. Там в основном около 30-40 штук выставляется по всему району. И ты бегаешь и ищешь их, где они находятся и что именно там сегодня будет представлено. Так вот были какие-то яркие светящиеся елки, составленные из миллиардов огней. Какие-то шары, между которыми можно походить. Какие-то конструкции, которые опускаются, поднимаются. Какой-то скелет, который танцует под определенную музыку. Я, кстати, так тоже вместе с этим скелетом в прошлом году потанцевала. Вот смотрите. А мне же очень нравятся интерактивные инсталляции. Я их просто обожаю и в основном этот фестиваль я посещаю из-за таких вот интерактивных конструкций, с которыми можно пообщаться. На каждой современной такой инсталляции световой находятся какие-то сенсоры, благодаря которым ты шевеля руками или просто стоя перед камерой, что-то происходит, связанное именно с тобой. Вот, например, в прошлом году была такая скамейка в Кросс Рейл Саду. Это тоже одна из новых конструкций. Кенери Ворф открылась недавно. Очень интересный сад. Там проходят различные фестивали, концерты, а также куча ресторанов. Вот там вот одна из интерактивных лавочек была. Люди садились на эту лавочку, дотрагивались до ее опоры. И на лавочке так вот сзади тебя высвечивался как бы твой пульс. Такие ходили волны ритма твоего сердца. На интерактивные такие штуки иногда приходится стоять очередь. Вот мы с подружкой тоже выстояли и сели на такую лавочку. Почему-то пульса у нас не было. Не знаю, что произошло, но потом забился. Видимо, слишком торопились, что пульс пропал. Еще в этом саду в прошлом году была такая стена, аттракцион назывался граффити. Там сначала тебя фотографируют, и ты можешь этот рисунок разрисовать. Там написать, допустим, Лондон, Мэри Крисмас, ну что угодно. Нарисовать какие-нибудь шарики, цветочки, василечки и так далее. И потом это можно сфотографировать, и у тебя получается свое произведение искусства. Помимо этого был такой аттракцион, где тебе просто дают фломастер, и ты что-то пишешь, а тебя в этот момент фотографируют. Этот фломастер световой, и когда ты получаешь фотографию, там вырисовывается некое слово, которое ты пишешь, или там сердечко, или звездочка, что угодно. Что ты задумаешь, главное правильно повести рукой, потому что у тебя только один фломастер, и ты должен быстро, в течение, по-моему, 5 секунд, что-то нарисовать. Вот так мы с подругой рисовали слово Лондон. Я писала Лон, а она писала Дон. Вот что получилось. И еще в прошлом году мне очень понравилась такая инсталляция, которая, подходишь к видеокамере, она на тебя смотрит, вот как я сейчас смотрю на вас, и отражение идет на такое распыление воды, и твой образ высвечивается на этой воде. Я назвала этот аттракцион ГОСТ, то есть привидение. И мне очень понравилось. Не у всех людей это получалось. Мы тоже стояли очень там, 5-6 человек, ждали, пока люди подойдут. Но там надо четко читать инструкции, что конкретно надо делать. Люди шевелились, а надо было замереть. И тогда оно как бы высвечивается. А у людей, ну, высвечивался там глаз или там, я не знаю, челка. В общем, люди долго не могли стоять неподвижно, и поэтому у них не получалось. А мы с подружкой просекли этот момент и друг друга поснимали на видео. Вот вам тоже показываю. Это реально просто невообразимо. Моему уму, который, как человек творческий, видел очень много различных таких фишек, которые можно использовать на концертах и различных мероприятиях, который этому обучался и вдохновлял людей на разных концертах и фестивалях. Но вот то, о чем я говорила, надо постоянно себя апгрейдить, надо постоянно смотреть, что происходит нового в мире. Столько всяких придумок происходит, что я просто реально схожу с ума от того, что я узнаю на вот таких вот простых фестивалях. Но есть такие инсталляции, где очередь выстоять просто невозможно. Там просто толпы идут желающих, кто мечтает пооперировать светом или звуком. Человек встает, а сзади него зрительный зал. Как это все будет происходить. И он начинает, допустим, просто двигаться в одну сторону, и там бегут какие-то полоски света по одной стороне. Он стоит в квадрате, который там идет на проекцию за горизонт. Это очень интересные конструкции. Я вот в это вот не попала. Но зато у меня был опыт под названием «Аура». Я просто реально влюбилась в этот фестиваль после вот этого вот арт-объекта. Был такой фонарь, внутри которого стояла камера. И когда ты подходишь к нему, там тоже стояла некая очередь, мы решили подойти к нему уже под конец, когда фестиваль закрывался. Он работает с 4 до 10 вечера. И вот где-то в 9 вечера, кстати, имейте в виду, что некоторые арт-объекты могут закрыться позже, особенно интерактивные, где стоит человек, охраняющий этот объект и создающий очередь из людей, чтобы не было никакой драки там или суматохи, и не разбили это произведение искусства. В общем, аура. Подходишь так, и вот вводишь рукой перед фонарем, а за фонарем стоит такой бэкграунд, где меняется рассветка в согласии с твоей аурой. То есть сенсорная такая штука, что от твоей руки идет на камеру, то изображается на экране сзади этого фонаря. А кроме этого еще звуковые какие-то сигналы происходили. И вот так вот передо мной стоял какой-то мужик, и у него он так руку поставил, у него какие-то... Такие страшные звуки были. Я подхожу и начинаю... Я же дирижер! У меня же дирижерское образование! Я начинаю дирижировать перед этой камерой, перед этим фонарем. И у меня начинают происходить какие-то песнопения, а потом даже птички запели так... Так было интересно, почему на мужика вот такой вот... Мне кажется, там, конечно, за камерой кто-то сидит и оперирует этим, а может быть и нет. Я не знаю, как это все происходит, но это очень интересно сходить и попробовать, и посмотреть самому. Кроме того, я однажды попробовала такую инсталляцию, которая тоже была интерактивна. Ты заходишь в темную комнату, там идет такой некий дым, и в этом дыму, когда начинает играть музыка, вот ты двигаешь руками, идут лучи проектора, в зависимости от того, как ты двигаешь руками. Иногда они вообще исчезают. Если ты руки опустишь, их не будет. Если ты поднимешь вверх, они распластаются так по диагонали. Если ты вот так четко поставишь руки, они будут как бы квадратом перед тобой. В общем, так интересно. Я чувствовала себя властелином света какого-то. В общем, фестиваль проходит в этом году с 16 по 25 января. С 4 до 10 вечера приходите. Особенно детям там будет интересно. Очень много людей приходит с детьми. Но имейте в виду, кое-где будут очереди. В зависимости от, наверное, погодных условий, если там будет дождь, все равно приходите. Меньше народу, больше кислорода. Потому что очень много конструкций находится именно в помещениях. А то, что на улице, вы можете посмотреть в другой день. Не обязательно же все 30-40 скульптур и инсталляций посмотреть в один день. Мы не успевали иногда. Приходилось приезжать в другой день. Все инсталляции с музыкой, с подзвучкой какой-то. И ты реально чувствуешь, что ты находишься в каком-то сказочном лесу или в сказочном месте. В общем, это создает впечатление магии, впечатление волшебства. То, чего я вам желала в этом году. 2020 – это магическое число. Приходите на фестиваль. Будет очень интересно. Некоторые будут повторяться. Вот типа тех, что я говорила. Граффити, водопад. Это все будет и в этом году. Кроме того, появляются какие-то новые интерактивные аттракционы. Я вот посмотрела по программе. Там будет называться, по-моему, облака. Аттракцион, состоящий из пены, которая подсвечивается тоже разными цветами. В зависимости от твоей ауры. И до него, до облака, можно будет как бы дотронуться, потрогать. И вот когда ты трогаешь это облако, оно меняет цвет. Что-то такое. Я еще не знаю, не была. Посмотрим. Кроме того, примерно такой же аттракцион под названием Stratum. Состоящий из 92 различных световых комбочек, которые будут менять цвета и музыку в зависимости от твоей руки. То есть ты подходишь к сенсору, кладешь свою руку рядом с сенсором. Он считывает твою ауру. И ты видишь, что происходит с этими 92 колбочками. Они меняются в расцветке, они меняют музыку. Ну и помимо этого моря разноцветных огней и заряд бодрости, энергии и творчества, и какого-то невообразимого впечатления вам будет обеспечен. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok